В Паладарской области чиновники отбирают землю у рыбоводного хозяйства. Наделы для разведения рыбы по закону предоставляются сроком на 49 лет. Но владельцу предприятия землю дают только на 5. Причем, когда в зарыбление и строительство рыбопитомников вложено почти 500 миллионов тенге. Бизнесмену отказали в продлении сроков аренды на землю. Майя Шуакбаева расскажет подробнее. Я не умею рыбачить, но это знатное место для заядных рыболов. Единственное в области рыбное хозяйство, которым владеет Александр Веретенников. Это один из пяти прудов, в котором вода даже зимой не замерзает. По опасениям бизнесменов, очень скоро этому бизнесу может прийти конец. В регионе, где нет ни одной программы по развитию рыбоводства, разводить рыбу – дорогое удовольствие. За 12 лет на базе когда-то разворованного советского питомника Александр Веретенников выстроил сильное рыбоводное хозяйство. Но землю местной власти дают только на 5 лет. И каждый раз бизнесмен добивается ее сбоем. Однажды через суд, другой раз обратился в антикоррупционную службу, в третий раз он снова рискует потерять вложенный полмиллиарда тенге. Уже существующее рыбное хозяйство, его отобрать в пользу, скорее всего, более состоятельных лиц. У нас неоднократно поступали с Акимата города Аксу письма о том, что не будет продлеваться земля в силу реализации институционного проекта по молочно-товарной ферме. Свиньи вместо рыб? Такой вопрос в Акимате Аксу заверяют не стоит. Но в причинах отказа чиновники явно путаются. Два года назад отказали из-за якобы строительства системы орошения. В сентябре этого года – из-за неиспользования земельных наделов вообще. Спустя полтора месяца, как оказалось, новая причина. Был дан отказ в связи с тем, что согласно письму управления городостроительного и земельного контроля, крестьянское хозяйство Колос не использует данные земельные участки по целевому назначению. Вот она рыба и пять зимовальных прудов. На чиновники Аксу заверяют, из управления земельного контроля пришла четкая разнарядка. Земли рыбного хозяйства используются не по назначению. А этот факт дает полное право отказать в аренде на землю. Между тем, чтобы вырастить взрослую особь, карпа нужны как минимум три года. Бизнесмен заключил договор на продажу 200 тонн товарной рыбы на следующий год. Благодаря этому предприниматель впервые выйдет на долгожданную рентабельность и как раз тогда истечет срок аренды земельных участков.